Целое лето понадобилось для благоустройства этой обширной территории. 1 сентября парк имени Владимира Васильевича Максимова официально открыт для посещения. Собрались на церемонии открытия представителей разных поколений. Борчане постарше уже оценивают лавочки. Ребятня прибежала на открытие со школьных линеек. Рады были все. Не испортила праздничное настроение и хмурая погода, а подбадривала всех звонкая музыка и живое исполнение коллективов из Центра культуры «Октябрь». Только хорошие эмоции символичны, что открытие этого парка состоялось 1 сентября в День знаний. Все, что делаем, делаем в том числе для своих детей, чтобы они имели качественную образовательную городскую среду, могли воспитываться в надлежащей сфере. И с этим не поспоришь. Алина Вилкова и Екатерина Романова – лучшие подружки. Живут недалеко от парка и открытию безумно рады. В микрорайоне Стеклозаводских развлечений мало. Можно сказать и нет. Теперь есть место, где и спортом позаниматься, и на скейтборде покататься. Мы уже думали, что ее никак не отреставрируют 1 сентября, но как раз вот такой подарок на День знаний. Это вообще было очень здорово, очень круто, вообще классно. Да, мне тоже все понравилось, это очень здорово. Мы все это очень долго ждали. Здесь прошло все наше детство, и я прям счастлива, что здесь вот так все сделали. Вот, мне все очень нравится. Сохранили при благоустройстве зеленую зону парка Максимова. Имеющиеся кустарники и деревья, вырубке подлежали только старые больные насаждения. Не забыли про четвероногих друзей. Отдельная зона выглуживотных теперь доступна всем собак-владельцам. Оценить это место пришли воспитанники клуба кинологов друг. Мария Соколова с любимым питомцем Саней. Уже испытали барьеры. Здесь очень удобно заниматься. Где удобнее всего? На каких? Вот здесь барьеры интересные. Но непонятно, за чего вот эта штучка. Спасибо за то, что у нас появилось место, где можно тренироваться с собаками. Благоустройство этого общественного пространства велось в рамках программы по формированию комфортной городской среды. Общий объем средств свыше 26 миллионов рублей. Объект внушительный, соединенный между собой сетью дорожек и тротуаров. Для экстремалов и любителей драйва скейт-площадка. Для будущих спортсменов уличные тренажеры и спортивная площадка. Там и в футбол, и в баскетбол, и в волейбол можно поиграть. Не забыли и про детвору. Оборудованная детская площадка с различными элементами. Слава богу, все обустроили, сделали красиво. Наверное, еще что-то будут делать, я думаю, очищать озеро. В общем, мой сын в восторге, ему все нравится. Он вот, даже его не затянешь домой, даже в такую дождливую погоду. Ну, мы еще пока не все просмотрели, но так, в общем, нравится, конечно. До этого здесь, конечно, было ужасно, конечно. Не знаю, насколько хватит. Я считаю, что очень даже неплохо. То есть, у нас, когда мы жили, такой площадки не было. Теперь детям есть куда прийти? Конечно. Сюда можно прийти и просто погулять. Комфортные лавочки и освещение – то, чего так не хватало многие годы. Признается коренной стеклозаводец Александр Платонов. Да все понравилось, все понравилось. Все, все сделано с душой. Все сделано с душой. Все, все, все. Ну, только нечто, что кломают, я боюсь, что быстро. Но бояться не стоит. По периметру парка установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят отследить всех нерадивых пользователей и нарушителей общественного порядка. Я думаю, что общество идет к тому, чтобы уважительно относиться к чужому, к труду, к общему и муниципальному имуществу. И в первую очередь, сохранить то, что уже сделано для нас с вами, для наших детей. Это задача каждого. А те, кто это не понимает, ну, бог тому судят. Излюбленные места стеклозаводцев сейчас не узнать. Каждый барчанин, кто пришел сюда, по достоинству оценил благоустройство обновленного парка. Что больше всего понравилось? Конечно, спортивные площадки. Планировка хорошая. Когда тут все зацветет и запахнет, вообще красота будет. Ждали, ждали, но дождались. Все рады, все довольны и благодарны всем, что это сделано. Замечательная актриса Таити. Да, мы тоже очень давно ждали, потому что тема эта была очень давно. И Владимира Васильевича нет с нами уже достаточно долгое время. И мы очень довольны о том, что память о нем останется и сохранится. Особого внимания заслуживает входная группа, где был сделан акцент на название общественного пространства. Кстати, памятный знак, который стоял у входа в парк, многие годы сохранен и стоит на прежнем месте, встречая гостей. Напомним, общественное пространство было заложено в память об известном руководителе, директоре Борского стекольного завода Владимире Васильевиче Максимове. Дарья Везумцева, Андрей Суворов. Для программы «Время новостей».